Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел и сегодня мы будем читать 18 главу этой книги. Здесь следующие темы о священниках и левитах, приношения, принадлежащие священникам, израильтяне должны отдавать десятину левитам, левиты должны отдавать священникам десятину от своей десятины. И мы читаем с первого стиха и ниже. «И сказал Господь Аарону, Ты и сыны Твои, и дом отца Твоего с Тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И Ты и сыны Твои с Тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве Вашем». Здесь говорится о том, что высшие иерархи церкви, ветхозаветный Аарон и его сыны, и дом отца его, они несут ответственность за небрежение о святилище. В теперешнем христианском прочтении ответственность за святилище – это ответственность за каждого верующего христианина. Ибо в Писании сказано «Вы из храм, и Дух Божий обитает в вас». И если раньше было одно святилище, сейчас каждый христианин – это святилище, ибо он запечатлен Духом Святым, причащается тело и крови Иисуса Христа. И священнослужители лично ответственны за то, чтобы оберегать свою паству. Вот в прошлом году, в 2019-м, на Пасху пришло на миллион меньше людей по стране, чем нежели в 2018-м году. И Господь с нас спросит, почему такое произошло. Куда делись эти миллион человек, почему мы их не сохранили на приходе в наших епархиях этих людей и, может быть, чем-то оттолкнули. Или, например, когда дети оканчивают воскресные школы, многие из них перестают ходить в храм. Это тоже есть то, за что Господь спросит с нас. Далее мы читаем. «Также и братьев твоих, колено Ливина, племя отца твоего, возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете, прискини откровения. Пусть они отправляют службу тебе и служба во всей Скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам». Здесь немножко непонятно. «Дабы не умереть им» — это понятно, потому что им нельзя прикасаться к этим святыням. А почему сказано и вам? Потому что если мы не убедили левитов поступать так, как могут левиты, и чтобы они не восхищали на себя действия священника, то мы, священники, несем ответственность за них. И наказание будет за тех, которые нарушили, и для тех, по недосмотру которых произошло это нарушение. Поэтому и сказано, дабы не умереть и им, и вам. «Пусть они будут при тебе и отправляют службу в Скинии собрания, все работы по Скинии, а посторонний не должен приближаться к вам». «Так отправляйте службу в святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых, ибо братьев ваших левитов я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при Скинии собрания. И ты, сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, преступивший, предан будет смерти». Вот такие законы о священниках и левитах. Далее говорится о приношениях, которые принадлежали священникам. «И сказал Господь Аарону, вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне и от всего посвящаемого сынами Израилевыми. Я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе и святынь великих. От сожигаемого, всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне, это в великой святыне тебе и сынам твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть ты и сыны твои. Эта святыня будет для тебя». Далее. «И вот, что тебе из возношений даров их, а все возношения сынов Израилевых я дал тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным, всякие чистые в доме твоем, может, есть это». То есть приношение за грехи, за преступления сугубо поедали только священники на святом месте. А приношение, возношение даров, благодарность Богу за что-то, это поедали не только священники, но и их жены, их дети, и их дочери. И далее перечисляются те типы возможных приношений, которые могут быть, и как священники ими распоряжаются. Теперь мы посмотрим закон «Израилетяне должны отдавать десятину левитам». Это с 21 стиха по 24. «А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля за службу их, за то, что они отправляют службы в скинье собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинье собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левитые исправляют службы, а в скинье собрания несут на себе грех их. Это устав вечный, вроды ваши». Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, «Я отдаю левитам в удел, а потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела». Здесь повторяется тот принцип, что левиты не должны заниматься ничем посторонним, все остальные колена должны обеспечивать их необходимыми средствами, а они служат Богу, совершают служение, связанное с скиньей. Завета и помогают священникам из числа левитов. И напоминаю, не все левиты священники, только те левиты, которые потомки Аарона были священниками. Все остальные, их было значительно больше, левиты, они помогали им во всем. И вот далее говорится, что левиты должны отдавать священникам десятину от своей десятины. То есть народ давал левитам, левиты должны были отдавать десятину священникам от своей десятины. «И сказал Господь Моисею, говоря, объявили левитам, и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам, от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины». То есть это воспринимается как возношение Господу, хотя это передавалось священникам. «И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое отточило, так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых и будете давать из них возношение Господне Аарону, то есть как бы от лица народа и как возношение Господу они должны отдавать десятую часть от своих десятин именно священникам. Аарону – священнику, сказано здесь. «Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого, то есть жертвуются как раз не худшее, а лучшее. «И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитом, как получаемое из гумна и получаемое отточило. Вы можете есть это на всяком месте, вы и сыны ваши, и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скини собрания». Плата для священников – это только то, что необходимо для питания, для одежды, скажем так, самое необходимое. «И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из сего, и посвящаемого сынами Израилевыми не оскверните и не умрете». То есть, оказывается, если левит присваивает себе лучшее, а не передает это священникам, он на самом деле как бы оскверняет это приношение народа Божия и может подвергнуть свою жизнь опасности. То есть все надо выполнять так, как это указано в законе Божьем, ибо это Господне руководство к действию. Если говорить о современной христианской ситуации, то русская церковь в раннем Средневековье уже отказалась от десятин. Хотя, если мы смотрим русскую правду, начало христианства на Руси, там десятины были. Но потом церковь от них отказалась. Кстати, десятины никогда не брали с людей, с народа, который совсем недавно обращен. Их освобождали от десятин. Поэтому десятины на Руси брали самый короткий период в раннем Средневековье, и потом это отменили, потому что церковь имела, получала все в достатке и не нуждалась в дополнительных средствах. Итак, сегодня мы прочитали с вами 18 главу. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 19 главу книги «Чисел». Спасибо, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok